Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Я веду сейчас записи, целая серия, которая называется «Во свете Библии». Вот Библия, открытым оком. Вопросы очень разные. Я бы просто сделать посыл, где все это можно найти. У нас, видите, открытый сейчас православный видеоканал, открытый оком во свете Библии. Вот он. Ну, просто в YouTube зайти, и у нас было более тысячи роликов. Но тут модераторы стали работать, и оказалось, что у нас запись на 1,89 гигабайт, а аппарат может только брать видео. И получается на два. Но он их слепил вместе, и получилось 912. На 150 роликов у нас уменьшилось. Это хорошо. Но, правда, продолжительность будет, да, около часу. И вот меня спрашивали, говорили, вот вы пишете стихи. Ну, откуда-то у вас талант такой, там, поэт. Мне всегда смешно это слышать. Я поэт? Какой я поэт? И то, что у меня написано 3467 стихотворений, я их за стихи-то не считаю. И не запаху это. Это попытка, повторяю, четко ясно, попытка выразить главное в стихотворной форме. Оно более приемлемое и меньше тебя обвиняет. Я даже это уже понял. Ну, поэт, музыканту и многое прощается. Ну, для рифмы что-то сделал. Мне вспоминается, когда Вивальди, он же был священник, и вот в алтаре на престол, внезапно приходила ему мысль написать какие-то фуги свои, чтобы не забыть. Он лал бумажку, начинал писать. Ну, по-серковному это не положено. С благоговением надо прикоснуться, совершается таинство. Ну, папе доложили. Это грозило бы ему по меньшей мере казнью. Но папа оказался на уровне. И он говорит, ну, он же музыкант, махните на это рукой. И в самом деле, каких произведений мы бы лишились сейчас, если бы были все такие, которые рядом сидели с ним, жалобщики. Вот так и здесь. Мне нужно, допустим, я начальник детского лагеря 40 лет, нужно песнопение. Песнопение, касающееся конкретно нашего лагеря. У нас ходят вокруг коровы. У меня есть желание написать про корову. А его песни такой просто нету. Ну, если она есть, она не подходит. Мне нужно, чтобы в песне прославлялся Бог. Я держу голубей, у меня три голубятни. В деревне две и здесь. Я вожу детей на экскурсии, они держат маленькие яички, эти кокошки, маленьких птенчиков. Потом выносим голубей далеко там, и они их как выпускают. Ну, вот так и зарождается в ребенке жажда познания природы, окружающей его. Ну, мне хочется про голубей. И написал я стихотворение, если можно так назвать. Но, по милости Божьей, рядом со мной оказался человек, это старший воспитатель в нашем лагере Стане, в честь священномученика Климента Анкирского, на территории поселка Потеряевка, рядом, 500 метров, Мамонтовский район Алтайского края, Савченко Виктор Николаевич. Я о нем хочу побольше сказать. Это Потеряевский учитель. Он предметы все ведет, и плюс физкультуру. Кроме того, он старший воспитатель в лагере. Я не знаю, уже, наверное, лет 15. Старший воспитатель. До этого была приходитка Наталья Николаевна. Ну, она вышла замуж, уехала в Америку. Вот. Теперь он. Он главный хлебопекарь. Я печник, 40 лет. Сделал две русские печи. И он, у нас есть свой тестомес, держа там все это, как положено. И он может 100 обыкновенных кирпичей, как хлеб, выпекают для лагеря. Дело в том, что меня не финансирует государство, ни копейки за 40 лет не дали. А волка ноги кормит. И он обеспечивает и стирку, мобилизует ребят, стирает по мелкой. Дети учатся, а по большой раз в неделю у нас стиральные машины работают. Он же катает на лошадях. Когда у него хороший мотоцикл, Ямаха, он на них, на своей машине прокатит. Детей. Дальше. Приезжает издалека, он шофер. Встречает. У нас же далеко бывает, до кончинга, 15 километров до станции ехать. Людей принять. И увозить тоже он это делает. Кроме того, он благовестник. Он ездит с нами по стране в летнее время, конечно. Ну, вот какие я называю только такие мероприятия, чем он занимается. Организовать костер на костре, учить детей пению, всю неделю готовится концерт. Это все под его руководством. Там трудно сказать, что без него делать. Строительство какое, заготовка дров, воды, колодец. Это все на нем. У него помощники есть. И вот музыку он, как составил он ее музыку. Только на лагерь стан он написал музыку. Я подумал, что мотив должен быть другой. Сказал старость. И старость-то тут же составил. Часа два прошло. Женой, она у него завучем. Игорь Александрович и Ирина Анатольевна. Приехал из гитары. И мне сыграли. Я говорю, вот этот пойдет. Я сейчас покажу. И Виктор Николаевич Савченко, который музыку составляет, он сам играет на гитаре и сам поет. Ну, кому как. На вкус и свет товарищей нет, тем более на пене. Но дети любят, он с ними разучивает и концерты настоящие ставит. Дети потом в городе выступают, куда мы едем. Вот сейчас я хочу показать фотографии его. Ну, фотографий его немного. Я набрал здесь 52. Ну, уже можно будет представить. Но ролики тут с ним есть. А фотографии никогда не комментировались. Хочу познакомить вас с этим замечательным человеком. Вот, посмотрите. Если можно, покрупнее надо будет делать. Вот. Это вот старшая сестра. Сидит от него справа. Татьяна Кузьминична Капустина. Наша сестра со всеми больными. Все на учете держит. И вот он тут с видео снимать. В лагере стоит. Это наше. Ну, в лагере видно там иконы какие есть. Далее. Вот. Видите, у нас все с бородами. Это он на кухне. Стряпает хлеб. Там видно принявшее крещение 13-летнее Елена Сокольская. А вот это Виктор Николаевич. Видите, как по форме все. Ну, у нас просто приезжает туда санэпидемстанция, проверяет. У нас какое? Алюминиевыми листами покрытое столы. Все протирается, дезинфицируется. Ну, 40 лет. Ни одного отравления, ни одного заболевания. Ни одного. И даже намека на это не было. А приезжает самый высокий уровень. Алтайская кровавая санэпидемстанция, притом неоднократно. У них задача задушить нас. Но ничего не могут найти. Берут анализы. Выше среднерайонных намного. И вода, и молоко, и хлеб, и все. Вот он здесь на кухне. Далее. Вот у нас порядок такой, что за все лето у нас ни одной ложки еды не остается. Поел, а дежурный напротив каждого стола по дежурному есть. Каждый должен второе, когда поел, чашку завязал и дежурному показать. Вот они показывают. Это вот Виктор Николаевич сидит как раз. Вот, а я здесь сижу. Вот. И тогда дежурный махнет. Положить чашку можно. И чашку надо опрокинуть. У нас остатков нет. Все чистое. Если нужно, ему дадут добавку. Не об этом речит. Речь о благоговейном отношении. Почему Ян Камынский говорит, что за столом человек должен вести себя, как в алтаре. Перед алтарем. Вот. Далее. Вот это он готовится к концерту и выступает День деревни. Это вот рядом Кристина Малютина. Теперь она во Франции. Вот находится. Это Настенька Глушкова поет. А вот по мнению фотографии. Это нас нашли по печати. Ну, иди сюда, иди. Нашли. Это Евдокия. Вот она правнучка Потеряевых. К Потеряевым относятся. Потеряевых. Вот. Которые основали Потеряевку. Вот Виктор Николаевич тут и играет. Я говорю, что если зайдете в YouTube, я еще раз его покажу, где. Вот. Это вот православный видеоканал открытым оком во свете Библии. Ну, просто зарядите и найдете. Игнатий Лапкин, это ключевые слова. Ключевые слова. Вот он здесь играет. Это День деревни. Вот. Это мы на Благовестие. Если не ошибаюсь, село Зимино. Вот Виктор Николаевич в очках. Это Глушков шофер привез. Это я. А это работник. Теперь он остается за начальника лагеря в этом году. Паченко Владимир Александрович. Вот он в данный момент ведет съемку. Вот Господь его нашел в Свердловской области. Ну, обратился. Сразу до крещения допускали. У нас от 3 до 5 лет подготовка к крещению идет. Согласно канонам церкви. Мы православные. Дальше. Виктор Николаевич зимой. Вот он что-то в проруби. А это вот стоят наши рядом. Это батюшка отец Аким. Вот они заглядывают в него. Видите? В проруби. Стоит. Продолбил прорубь. И морж. У нас и так разобраться так. Дальше. Мы готовим варенье. Готовим на будущее, на лагерь. И на обслугу домой. Вот у нас погреб. У нас там у Виктора Николаевича домик такой построенный. Он там зимует. И он называется скворечник. Он на скворечник похожий. Я такое прозвище ему дал. Вот. Далее. Это вот он с кем он опускает варенье. Это не один год приезжал к нам Кирилл. Фамилия даже сейчас не знаю его. Из Тобольска. А это Виктор Николаевич рядом стоит. Этот Кирилл очень сильно похож на главного героя фильма «Я, Давыд». Вот посмотрите. «Я, Давыд». Найдите в Ютубе. Очень хороший. Как мальчик бежал из ГУЛАГа. И как он через южные районы, страну Греции, Италии добирался до Дани, где была у него мать, которой охранник помог бежать раньше. Ну, это наши дети стоят сзади. Вот. Принесли варенье. Варят его. Собираем ягоды, потом варим. И у Виктора Николаевича они будут храниться здесь. Теперь вот это варенье разливают. Это Пупков Сергей Павлович. Видите, как весело у нас. На кухне разливают. Это такую поварешку ему придется облизывать. Это у меня кошечки вокруг. Красавцы мои. Это Виктор Николаевич с гитарой и Сергей Павлович. Это, видите, у нас сестра сзади. Ольга Николаевна. Тоже уверовала, приняла крещение. Это наши дети сидят. Тут вот эта мама к одному приехала. Лагерь наш комплексный. Так что вместе с детьми могут отдыхать. Но по общему уставу и родители. Своя путевка. Родители. Притом у нас не две недели, не две, а месяц. При желании путевку можно продлить. Дальше. Ну вот это у нас была большая трагедия. Погиб юноша 15-летний. Не лагерный. Вот Виктор Николаевич идет впереди. Видите, от рождения до смерти во всем участвуют наши братья. Это как раз Володя Пащенко. Это староста деревни Игорь Барабаш. Вот. Вот у нас готовятся дрова на зиму. В лагере. Виктор Николаевич. Видите, он рубит здесь. Это вот Володя как раз Пащенко. Я не знаю, что ты там делает на коленках. То ли колет тоже. Что ты там делал-то? Не знаешь, да? Но это там все пилят. У нас трудовой лагерь. Это сбоку бак. Сваренный такой. Вышли на подставах. Мы заливаем его водой технической. Закачивается из пруда. У нас подземная система. Это завод РТИ помогал. Директор Хромов Анатолий Петрович. Я называюсь супер-патриот России. Это вот женщина Сидоренко Анна Исканская. У нас отовсюду приезжали. А это вот Яша, знаменитый Яша, который плачет. Называется юридальная юстиция. Вот он плачет в кружку. Вот он сидит, смотрит. А вот это Виктор Николаевич готовится к концерту. Новое или новое стихотворение ложит на музыку. Он положил на музыку где-то около 90 моих стихотворений. Вот это он ведет занятия с детьми. А там приехал без рукав Павел Федорович, фотограф. Очень известный фотограф. Большие призы берет в России. И вот он приезжает на разные торжества. А это вот какие надписи есть. Так, ох вы, баловные такие. А это нашли учебное пособие. Я говорю, так надо сфотографироваться, чтобы нам это напоминало. Я сфотографировался, видите, Потеряевская начальная школа. Ну этот скелет-то вытащили, сфотографироваться. А тут техника стоит. Ну я говорю, ну и ты давай сфотографируйся с ним-то. Ты тоже умрешь когда-то. Чтобы напоминание было о смерти. Помни день последний, и во век не согрешишь, Серахов говорит. Вот. Это он держит на руках крестника Устинова Исаакия. Он в какой-то класс уже идет сейчас. Наверное, в третий уже, да? Где-то примерно так. Но это при крещении он у него восприемник был. Вот. Когда уезжает Глушков в город, раньше было так, Витя оставался у него и одновременно подсобным зимой. Да и коров. Я-то любимая его корова, он полюбил ее. Видите как? Какая любовь. Вот. А это у нас, они на костре уже сидят, поют. Это приехал Кальбаев Михаил. Вот я показываю, может видно стрелкой. Это из Семертау. Это наш врач, это врач Кривой Алтайской больницы. Это мать, она Дмуха Петеримова в девиществе со своей дочкой. Это как ее дочь-то зовут? Последняя, это Вера, кажется. Да, да, да. Вот это Виктор Николаевич и это Анна Сидоренко из Каннска, Красноярского края. Вот это уже они на костре. Костер горит внизу, сейчас будут картошку разносить. Вот. А это у нас лодки. ТАИ помогли у нас четыре лодки. И вот этот Яша давит эту лягушку ногой, а все смотрят. Он должен учиться. У нас дети, уезжая, должны многому-многому научиться. Сейчас они будут плавать. Ну, это же дети, но всегда с ними взрослый. Особый порядок. На стенку не садиться, с лодки не нырять. Ну, техника безопасности. Вот они сидят, дети, готовятся. Сейчас Яша накачает, и будут они плавать. Это каждый воскресенье. Это Виктор Николаевич. А вот дальше там за кустарником, это наш лагерный огородчик. Ну, я его покажу. Вот лошадь, которую Лапкин Павел, мой брат, дает. Ну, мы помогаем ему сено заготавливать. И вот на лошади по два человека и катают. Вот. Видите, поехали. Это Тобольские ребята. Виктор Николаевич ведет его под усы. Не так, что гонять куда-то. Это рабочая лошадка. Эта лошадка пасется в нашем огороде. И вот она стоит. Виктор Ямаха, мой велосипед. Это на скворечнике. И он по телефону. И рядом лошадка, она ручная, любящая. Вот. Это Виктор Николаевич, отказ Кристина Малютина. И наш щец, экономист, Третьяков Игорь, тоже с нами ездил. Был за шофера, благовестник. По России проехали мы в 12-м году 240 городов и районных сел. Вот. А это Виктор Николаевич просто рекламирует, какое хорошее в Потеряевке молоко. Оно не разведенное, это не порошок. Притом там травы такие, похучие. Да, специально у нас, Павел, сахарной свеклой кормит их, чтобы молоко имело такой тонкий оттенок. Это для любителей особо. Вот Виктор дома, чтобы мотоцикл не пропал, он его в комнату завел. Ну, на нем сидит белый. Вот его изображение где здесь. Это его стул занимается вот рядом. Ну, и он, видите, поднял руки. У нас это разрешается. Стоит на коленях и прославляет Бога. Прославляет Бога. Это вот он ездил на Благовестие, потом, видимо, к родителям и обратно заехал к Потеряевку. Это вот Сергей Пупков, Володя Пащенко и вот приехал. Видите как. А вот они идут, наши по деревне идут. Это у меня не совсем это получилось, увеличил сильно. Это в деревне идут на Пасху. Это, видимо, тоже Безруковский. Там гуси идут. Видите, какие прекрасные снимки. При том, в РИА Новости эти снимки занимают первое место. Вот, Виктор Николаевич за своим делом. Разводит это тесто. Он сейчас в чашке, там что-то будут печь. Это мука стоит. Это мы все должны сделать были своими руками. Это большие, огромные навозные кучи. И мы специально взяли такое место, чтобы нигде ничего не стеснить. Нас выжигали. В 18 лет наш лагерь дотла выжигали. Местное. Ну, приписывать определенным людям мы не можем. Ну, злодейство. Попустительство властей, конечно. Потом все это будет разбираться. Краевая милиция будет. И ездить никого не найдут. Ну, как кто-то в армию взятый. Короче, так. А это Потеряевки перевозили сразу в дома несколько пианино. И вот перевозят. Там видно, вон, качели за ними. Вот Виктор Николаевич с правой стороны позади идет. Вот видите, как заносят. Деревня-то там 10 дворов. На одно название деревня. Там видите, чем занимаются. А это в другой дом привезли пианино. А это в третий уже дом. Нет, это во второй. Там, где малютины жили. Там стоит. Ну, вот теперь лагерь занимается чем? Распиловкой дров. Это по утрам. Виктор Николаевич с ними показывает. Пил и точу я. Я быстро говорю, чтобы побольше успеть сказать. А это вот утром поливает наш здесь огородчик маленький. Это клубника. Виктория так называемая. Тут же лук, чеснок, что-то. Но однажды был казус. Какие-то семена дали. Сказали, что-то там лук. Посадили. И до осени не знали, что растет. Растет здорово. Листья такие жирные. Мы не могли понять. Но осень, когда наступила, оказался табак. Ну, смеху-то было. Православный лагерь. Вырастили табак. Ну, мы нашли место. Мы храним все там одежу. Тогда его порубил, подвесил. И он запахом отгонял насекомых-то. Ну, так бы попал, если засняли. Скажут, ну, пожалуйста. Ну, наркоманы же. Распространяют наркотики. Ну, вот один раз такое было. Можно простить. Видите, дети приучаются. И по каждый день мы собираем. И свежее сразу на стол. У нас никуда не идет. Все на стол. И дети видят всегда плоды своих трудов. А это вот в церкви он вышел. Рядом стоит его сестра. А это вот наши Пономари. Вот это Иеремия. Вот это Иеремия. Барабаш. А это Никита Устинов. А это Никитин, отец сзади стоит Андрей. Это вход в наш храм. В Потеряевке. Вот. Теперь. Когда все уезжают, нам нужно лагерь размонтировать. И все увозить. Сколько это труда. Столы. Все, что есть, все размонтировать. Потому что посторонние люди приезжают. Или утащат, или что-то сделать. Такое воровство. Ну, Бог милует. У нас есть склады рядом. Прямо на территории деревни. И вот Виктор Николаевич вот стоит тут с красненьким где-то. Это Володя. Михаил Кальмаев. И Сергей. Это вот лагерь. Это все лагерное. Там у нас электричество есть. А это у нас есть такой домик. Саманы называется. А тут сидят какие-то фотокорреспонденты. И он перед ними что-то рассказывает. Зашел. Он высокий рост. Он спортсмен очень. Вот. А летом помогает брату Павлу, который лошадку дает, вот видите, убирать сено. Там красивые у нас колки березовые. Ну, вот видите, как внутри. Тут даже немножко и то уже видать. Это не пустыня. Дальше. А вот возле дома скворечника я его сфотографировал. Это скворечник я их отремонтировал. Я люблю очень птиц. Такое явление орнитология. Первая книга, которую я познакомился, это Виталия Бианки. Я очень рано начал читать. Наверное, в пять лет или не полных пять было. Ну, и ловил сусликов, сдавал и купил первую книгу еще про птиц. Страниц 500. Вот. Это вот. У меня было в саду рядом здесь 123 скворечника. В нашем саду. Видишь, что делает? В нашем саду только было 123 скворечника. А теперь я вот отремонтировал. Виктор повесит их летом. Теперь. Вот это у них тут. Вот это скворечник с обратной стороны. Вдалеке видно моя голубядня. И вот они стирают, ребята. Это Виктор Николаевич. Я не знаю, что у него в руках-то? Фартук. А? Фартук. Фартук. Ну, я всем говорю, это не бюстгальтер. Чтобы не думали что-то. Они стирают. Тут рядом баня. Вот. Ну, а это вот самый скворечник и есть. А от него тут электрический ток идет. Уже в лагерь берем. Это в лагере мелкая пастерушка. Это Виктор Савченко и Кристина Малютин. А дальше обычно дети. Вот. А теперь нужно электрический ток подвести было. И от него вывести на пруд. На пруду работает насос. И столбы поставить. Столбы. Вот видите, справа видно пастынки вот какие-то. Ну и вверху. Там уже наш Виктор. Вот он где. Ну, этот я не мог уже его. Он на столбе сидит. Дальше. А это в лагерь Сережина собачка. Тайга. Видите, с ней сидит здесь. Вот это умывальник у нас тут на 10 человек. Вот здесь вход в лагерь. Вон там, видимо, я иду. Это уже дети уехали. Мы остаемся одни. Начинаем. Это утренний ранний туман. Первая изморозь. Там он, в дереве видно, лагерь. И в деревне по столбам. Вот столбы идут. Электрический ток в лагерь. И Виктор шел. Я решил его сфотографировать. Земля покрылась белым. Видите, какая. А это осенью на огороде собирает тыквы. Это Виктор Андреевич и Надежда Васильевна. Моя жена, подруга. Вот. А это каждое утро, когда готовят еду, считается, слово Божие, с толкованием. Это Виктор, Сергей, Кормаев, Михаил и Володя. Вот. Я их сфотографировал. Видите, как вешалки. Это столбы. Дальше заплетено. И поштукатурено с двух сторон. Все из подсобного материала. У нас ничего нет. Есть поговорка, голь на выдумку хитра. Да, так. А это вот Виктор Николаевич в школе. Дети прыгают. Он учитель физкультуры. Вот она, видите, ласточка летит вверху. Я не знаю, кто здесь. Видимо, Глушкова, это, Таисия. Таисия. А это в храме стоят. Смотрите, какие у нас гости бывают. Вот. Виктор Николаевич стоит. Там свет сзади. Поэтому снимок получился с просветом как бы. А это батюшка. Она пустил дым, уходил. А Виктор считает по риме. Библейские чтения на русском языке. У нас лежит Библия. Вот она, Библия Патриаршего издания. На русском языке. Это очень редкий момент. Очень редкий, что в православии Библия имела такую популярность, такое уважение к себе. Библия. Он утвержден на имени Марии Лапкиной. Моя мама. Она приехала в числе первых. Она здесь жила всю жизнь. Жена. То есть мой отец инвалид отечественной войны. Мать родила, воспитала 10 детей. Было 12. Мать героиня. Мы попросили эту улицу назвать в честь ее. И нам было положительное решение дали. Мы ходим рядом в заброшенные сады. Малину собирали. Я тут подвернулся. Давайте сфотографируемся. Видите, как в лесу. Велосипед, мотоцикл. А это один посреди деревни. Одно дерево росло. И мы его немножко так дорогу сделали подальше. Далее. Вот видите, сетка видно. Я его обгородил с ребятишками. И называется как бы мамрийский дуб. И здесь вот закрытый стол. Кто по деревне проезжает, может остановиться. Ведро с водой, кружка. Напиться. Ну, положим, что-то бывало поесть. Даже семечки. На дорогу, чтобы можно было взять. Как бы мамрийский дуб. Вот Виктор Николаевич сидит, сравнивает. Это у него еще до Петровской Библии. Еще до Петра. Печатанная, кажется. И вот эта русская большая православная Библия. Сравнивает. Вот так. Что-то у меня тут заело маленько. Да не заело. Я, наверное, прошел все. Вот. Слава тебе, Господи. Я даже не ожидал, что так быстро. Теперь мы переходим... Ну да, так и есть. Место по дубам. Теперь я его песнопение дам прослушать. Я буду так. Песнопение он поет. И слова буду показывать. А вы уже можете считать. Это мои стихотворения. И там в них сказано очень много. Вот первое будет мое любимое. Как бы про самого. Я себя написал. И он вдруг написал музыку. Я даже не знал. Приносят. Уже играет музыка. Ну, давай. Сейчас пример к себе своим воображением. Весь мир сдерган войнами и террором. Из-за угла коварными убийствами. Не перечислить дьявольскую свору. Еретики, фашисты, коммунисты. Огромный аппарат из КГБ и ФБР и прочая соглядатая шальная свора. Не могут нас обезопасить, принять мер. Себя избавить здесь и память от позора не могут. Лихорадит бедную старушку и президента от подвала и до чердака. До всех компьютер занесли на мушку от патриарха. Попы до туберкулезника, зыка еще не все. Еще метро взрывчаткой под самую завязку утром буют. И это не от страха, не догадка. План протоколов, так оно и будет. Великий вопль и стан кровавого глота. Диктатора-тирана, сильной рукой не слышать взрывов. Крейсеров под лодок, путь будет деспот. Но при нем покой сегодня при желании. В один момент затарит суд судилище бесплатно. Любую креатуру вызволить на свет. Будь то Саддам, Зюгалов и Бен-Ладен. Но все они масонам так нужны, Как богу черт в пурпурном одеянии. До времени пока от блудницы жены Воссядет зверь еврей в божественном сиянии. Приходится терпеть, молиться столько лет, Не клясть правителей беспомощность Кагалам. В комедии и грехам Сим и Афет Приход антихриста Писание предсказало. Дальше это как раз признаки пришествия. Лагерь Стан. Вот а лагерь, это у нас как гимн лагерь. Дети поедут. Лагерь Стан степи на навозной куче. Благодаря газетам и фильмам Известен во всем мире, Что можно придумать шикарней и круче. Именье, строение, все шире и шире. Внешне он беден, убог, неказист. Обшарпан дождями, прогрызен мышами. Отчего же боится его коммунист? Сравните дворцы с нашими шалашами. Лагерь Стан степи на навозной куче. Что может быть круче? Деньги они обзывают курятниками. Детишек, мол, здесь всех заморили постом. За лето пятнадцать комиссии они нас брякнули. И все это аукнется громко потом. Над вышкою высокою высится крест. На тонком воздушном шесте в небесах. При полной загрузке семьдесят мест. Девчонки в платочках, А хлопчики при поясах. Лагерь Стан степи на навозной куче. Что может быть круче? Утром подъем от пяти до шести. Сон до колодца едва растрясут. На щадящей гимнастике позевают караси. За вчерашние провинности допросы и суд. Расправа потаенная сеткой крапивой. Кто-то смеется, кто-то и слезу прольет. Моленье Евангелие колокола с переливами. Бывают артисты, болеют весь день напролет. Лагерь Стан степи на навозной куче. Что может быть круче? А дети кричат, йо! Нам есть что другим показать, не хвалясь. Строгая дисциплина, порядок и после боя. Работает к парни, как мужики, протрезвясь. После семидесятилетнего угара забоя. Лагерь Стан наш, не спутники, видят ангелы. Сколько слез покаянных, заброшенный хлеб за иголку. Много, так много труда, злых, дурных, опоганиных. Да и то очень часто непрогу, не толку. Лагерь Стан степи на навозной куче. Что может быть круче? Здесь все нравится верующим и подавно. Много растолковано из писания. Прочти десять ударов колокола при отъезде. Асана! Характеристики выданы. Набирать домой харчи. Лагерь Стан степи на навозной куче. Лагерь Стан степи на навозной куче. Что может быть круче? Лагерь Стан степи на навозной куче. Что может быть круче? Лагерь Стан степи на навозной куче. Герои прошлого Герои прошлого с утра сидят в прихожей В сандалиях, ботфортах, босиком Чужие разные есть на меня похожи Семь тысяч верст и лет достигли прямиком Они пока что книжные герои Известны не мне же одному Их нанимать надолго в перестройку Быть мирным с ними объявить войну Уже не понаслышке, не по букве Вас обниму роднее всех родных От радости к груди прижавшие руки Вам улыбаюсь с этой стороны Кто посоветует, кого избрать надолго Друзья в начальнике просто в кореша Без паспорта определят наколки У этих коммунистов ни шиша Со всей земли без разных звезд и свастик Пройдите на примерку креста С неверными не обретают счастья И наша дружба с чистого листа Уже не понаслышке, не по букве Вас обниму роднее всех родных От радости к груди прижавшие руки Вам улыбаюсь с этой стороны Ищу глазами дух Иеремии По ревности святого златоруста Друзей, которые нигде б не посрамили Родные мне по мысли и по чувствам Прошу за стол составить протокол О первом разговоре по согласию Я к этой встрече с вечер тверд века шел Быть в послушании всегда под вашей властью Уже не понаслышке, не по букве Вас обниму роднее всех родных От радости к груди прижавшие руки Вам улыбаюсь с этой стороны Вам улыбаюсь с этой стороны Не надо убеждать, что вы не здесь В своих трудах со мной вы постоянно Духовники, мне вас не перечесть Вы жили, как и я, не без изъяна Но ваш огонь и обличение сила Авторитет мучения за Христа В пустыне жизни сорок лет учился А ныне час свидания настал В пустыне жизни сорок лет учился А ныне час свидания настал Уже не понаслышке, не по букве Вас обниму роднее всех родных От радости к груди прижавшие руки Вам улыбаюсь с этой стороны Вам улыбаюсь с этой стороны А сначала не было так На многое, что мы не видим в храме От попрошайков гущих у оградки До алтаря, до батюшки с дарами Мы допустили всюду беспорядки Христос сказал враждебным иудеям Я не сужу это нам так ново А далее словам от них все холодеет Судить вас будет слыша на словам А если так, то по нему сверяйся Накладывая сравнение к одному один Дымятся злоба, слыша, это рясы Да замолчи ты, юритик, кретин Но если я невежда, недотепа Магистр сквозь степень небеза Могу услышать, как ушли далеко В дикую лоза Переродилась в дикую лоза Христос сказал враждебным иудеям Я не сужу это нам так ново А далее словам от них все холодеет Судить вас будет слыша на словам А далее словам от них все холодеет Судить вас будет слыша на словам То как не дрогнут кабеловки митры Хотя бы раз открыв новый завет Кто исказил, придумал водро хитро И затемнил сошедший с неба свет Умнее бога, впавшие в монахи Кромсали из речения Христа Поволокли слова его на плаху А измышления свои на пьедестал Христос сказал враждебным иудеям Я не сужу это нам так ново А далее словам от них все холодеет Судить вас будет слыша на словам А далее словам от них все холодеет Судить вас будет слыша на словам Куда ни глянь Нас режет его фраза Сначала было это все не так Торговлю убери Молись не для показа Не человека слушай А Христа Никто не благ Но только Бог один Так почему же Преблагая матерь Персобирает сыну ластевин Они заказчик вензелей на скатерть Христос сказал враждебным иудеям Я не сужу, а это нам так ново А далее слова От них все холодеет Судить вас будет слыша на словам А далее слова От них все холодеет Судить вас будет слыша на словам От них все холодеет Судить вас будет слыша на словам Столько у нас отступлений в православии И душа моя скорбела и написала Строительный отвес Диакон возглашает Премудрость Вон мем То есть распрямитесь Станьте прямо Не в дремоте Как боевые кони Готовы в бой Через брустверы и ямы Все меры жадности Искривила чина Подмена гирю продавца В суме Уменьшили длину По своему аршину Напишут три в патай Один в уме Восстань Россия Прямо стоянием во Христе Размолоти преграды И прелживейших словес И будешь во главе А не плюсти сквозь Евангелие Вот единственный отвес Евангелие Вот единственный отвес Но никому и никогда Не снилось Уменьшить тяготение Земли Таков закон Зиждите лева милость Отвесом все Что вы верить могли И нашу жизнь Стояние пред Богом Не люди грешны Под нынешний момент Не дохлая мораль Не поэтичность слога Наклон любой отвес Сведет на неб Восстань Россия Прямо стоянием во Христе Размолоти преграды И прелживейших словес И будешь во главе А не плюсти сквозь Евангелие Вот единственный отвес Евангелие Вот единственный отвес Стоим ли прямо с Библией Сверяйся И не склонись Под чуждой ермом Для выгоды своей Шушукаются рясы Интеллигенция давно ушла В дерьмо Отвес строительный На тоненьком шнуре И по нему свой сно Поставим прямо Ограду выправ На своем дворе Кто не стоял по смерти Примут сраму Восстань Россия Прямо стоянием во Христе Размолоти преграды И прелживейших словес И будешь во главе А не плестись в хвосте Евангелие Вот единственный отвес Евангелие Вот единственный отвес На высоте На высоте не устоит подпорка Завалится лжевера без канонов Искусством оправдания Всегдашней оговоркой Корабль не спасти Что кверху дном утонет Корабль не спасти Что кверху дном утонет Восстань Россия Прямо стоянием во Христе Размолоти преграды И прелживейших словес И будешь во главе А не плестись в хвосте Евангелие Вот единственный отвес Восстань Россия Прямо стоянием во Христе Размолоти преграды И прелживейших словес И будешь во главе А не плестись в хвосте Евангелие Вот единственный отвес Евангелие Вот единственный отвес Аллилуйя Аллилуйя Это потолок Выше не забраться, не достигнуть Это все, чего достичь я смог Прошептать, пропеть, предсмертно скрикнуть Аллилуйя Мой девиз и лозунг Сорок лет с ним Бога познаю Получал не раз по сорок розок Там без очереди многим выдаю Аллилуйя Кое-как скажу Я не умея ничего понять В эту жизнь, как и в яму долговую А потом на белого коня Отошел бы с гимн В одночасье Цель и направление потерял Аллилуйя Утреннее счастье Для всего мой строй материал Перевод с еврейского подскажет Это значит Это значит слава тебе, Боже А больше нет намека даже Чтоб на это чуточку похоже От долгов избавь меня, Иисусе От лукавого спаси, сохрани Без тебя ни шагу не спасусь я Ты стена, фундамент и грани Аллилуйя Упеваю счастье Библию открою поутру Разложу прошедшие началости Слезы благодарности утру Почему, зачем сумел родиться Свой плацдарм в очреве захватить К материнским виноградным кистям К пуповине бабушкину нить Аллилуйя Испытания пули Рикошетят уже столько лет Страшники У камеры заснули Пусть свободен В Аллилуйи свет Аллилуйя Кое-как скажу я Не умеем Ничего понять В эту жизнь Как в яму долговую А потом До белого коня Места писания откуда взято? Аллилуйя Иначе Вот песнопения Показываю Какие И места писания Сбоку показаны Птицы есть Разные Чудно Прекрасные Сокол Павлин Журавлин С клич Корла Люди Смелые Классные Кулик Болотный Сидит На мели Ласточкой Девушку Милую Кличут Курицу Вовсе За птицу Не чтут Коршун Стервятник Стервозных Обличие Совы Бесшумны У дятла Жестук Голубь Голубка Я с детства Люблю вас Пользы от вас Никакой Вы беззащитны Не клюните Клювом Об этом Особой Строкой Разное Все Кто Как Пище Стремится Пение Полет Крепость Жилистых Ног Но Для себя Лишь Одну Голубицу Церковь Невесту Избрал Себе Бог Голос Голубки И стоны Рабыни Равно К Творцу Вопиют Кротости Нашей Отнюдь Не гордыне В ранах Христовых Приют Голубь Голубка Я с детства Люблю вас Пользы от вас Никакой Вы беззащитны Не клюните Клювом Об этом Особой Строкой Голуби 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 Как овцы В загоне За место За пищу Дерутся Всегда Горлиц Голубку Несли По закону Жертву За грех Или Если Беда Крылья Молитвы Блестят Серебром Золотом Перья Искрятся Голуби Мира С веткой Добром В новый Ковчег Возвратятся Голубь Голубка Я с детства Люблю вас Пользы От вас Никакой Вы Беззащитны Не клюните Клювом Об этом Особой Строкой С Тоном Тоскующим Из-за Миграции Голуби Сны Стрепенутся В небе Лишь Белые В небе Нет Красных Перед Престолом Иисуса Души Святые Голубко Нежной В небо Уходят Покинувшим Нас Духа Святого Виденья Все реже Голубь Напомнить Не раз Голубь Голубь Я с детства Люблю вас Пользы От вас Никакой Вы Беззащитны Не клюните Клювом Об этом Особой Строкой Вы Вы Беззащитны Не клюните Клювом Об этом Особой Строкой Беззащитны 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 22 августа Евлали 16 июля Июля 4 июля Феодор Епископ И 26 января Анания Это все по старому стилю И здесь говорится о том Когда они умирали То души у них В виде Голубки Выходили Вот Дальше Еще нужно прочитать Такого Это мы о Голубе прослушали Для многих кошка Не последний друг Про кошку Все До конца иди Все Для многих кошка Не последний друг Египетское чудо Совершенство У ног моих Свернулась Спящий круг И греет Электрическою Шерстью С детьми Умеет Ласково Играть Вскрывая В каждой Лапке Пять Кинжалов Безжалостно Сумеет Покарать Когда Их Воскак Недругу Прижали Без кошек Камба Нашему Амбару Каюк Уюту Наших Погреба С мышами Бой ведем Мы с ней На пару Чтоб с голодухи Не пришлось Рыдать Чтоб с голодухи Не пришлось Рыдать Живой Барометр Уткнулся В непогоду И загодя Нас Спрятала К хвосту На все Такая Тварь В хозяйстве Годна Хотя Испит Весь день Но Уши На чайку Малейший Шорох Распремет Пружину И взгляд Зеленых Фар Прорежет Ночь Тьму Прыжок Стрел Войне Менее Орширина И крысам Не избыт Смертельных Мух Без Бузьки Амба Нашему Амбару Каюк